А кто-нибудь вообще играет такую музыку здесь, хотя похоже... Нет, в школе мы играем. В школе, только дети играют. Я играю в клубе с клубой. О, отлично. А что играешь? Ну, совмещенный, мошкинады всякие. А, с самбо такой, да? Ага, отлично. Так, вот есть человек, который играет около латинскую музыку. Так, дальше что у нас? Постилим еще что-то есть? Что? Регги. Ну, регги, в принципе... Ну, регги что? Ну, регги сейчас играем. Вот и все, регги. Кстати, хорошо, что спросили про регги, потому что регги... Если ускорить в два раза, то получается музыка ска. Вот у нас регги играется, да? Это уже ска получается. Ровно в два раза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, но если взять, допустим, с регги понятно, какой рисунок? Например, их на самом деле, если вы послушаете Бобу Марли, я буквально там, где-нибудь две назад слушал там Бобу Марли постоянно, а раньше почему-то мне не очень как-то регги показался, а сейчас нравится. Если вы послушаете Бобу Марли, там все, в принципе, паттерны одинаковые. Вот. Ну, в большинстве случаев. И брейки одинаковые там. 70% начинают так. Другие 10%. Ну, а дальше уже на любителей там все идет. Вот, может быть, там... Триольная, а может быть... 16-ая пульсация, да? То есть разные варианты, нужно слушать. Вот. А дальше идет СКА, то есть в два раза быстрее. Я уверен, что в зале есть хотя бы один барабанщик, который СКА играет. Не может быть. Нету никого? В Казани где-нибудь нет. А, это же в Питере СКА, я забыл. В Казани рубил. А, рубил. Это убили и СКА. А еще есть в Москве ЦСКА. Смотрите. Это в три раза быстрее чего-то. В три раза быстрее. Смотрите, что происходит с правой рукой. Если брать правую руку... То есть мы переходим в стиль бомба. Но бомба появился гораздо раньше, чем в СКА. Отличный стиль, кстати, бомба. И на кофту просто играется. Допустим, вот так. Допустим, вот так. Ну, один из вариантов, да, как я на барабан играю. На тимбальз можно сыграть таким. Поехали. раз, два, три понимаете, да? таким образом барабанщики, кто хочет изучать какие-то стили нужно обязательно сначала забыть про ударную установку нужно изучать перкуссию, конги, тимбарис, коупойлы там масса инструментов и только потом сесть за барабаны вот это рекомендация ну, чтобы все гораздо быстрее выучить вот, и вы еще привыкаете к правильному саунду да? потому что, ну барабаны в любом случае никогда не зазвучат как тимбарис понимаете, тогда вы сыграете сюда здесь другой звук здесь другой видите, да? поэтому нужно играть обязательно перкуссию чтобы вы научились воспринимать правильный саунд так, это я отвлекся по стилю бомбы понятно? смотрите, что происходит мы играем бомба и потом переходим в ска сыграешь мне, да? бомбу сыграешь? раз, два, три раз, два, три а, и так же происходит Возвращаемся в рейки, разгоняемся. И ушли в бомба опять. Получается регги, ска, бомба. Если изначально перевернуть, откуда пошло все, стиль бомба, потом регги и ска, соответственно. Такие стили взаимосвязаны. Дальше что можно сделать? Зная, допустим, стиль бомба, вы можете придумать какие-то упражнения себе для развития координации. Допустим, я очень люблю такое упражнение. Здесь играешь, значит, потом переворачиваешь на левую руку, рисунок бомбы, играешь круглый. И получается... Например, да? Понимаете, да? Вы играете какой-то фанк шестнадцатой пульсации и можете себе не изобретать какое-то упражнение, брать из недров своих то, что вы там знаете. Соединили фанк с бомбой. Понятно, да? То есть вы уже все это знаете. Вы можете играть на правую сторону. Ну, чуть-чуть придется поплотеть, чтобы на левую сторону сыграть. Но вообще придется всплотеть, когда вы будете играть стиль бомба. Будет сложно. Но если сыграть будет хорошо. То есть это мой вариант, в который я люблю играть. Вы можете своих кучу придумать. Все, что касается бомбы. Так. Есть какой-то был еще? Давайте решим. Давай 500 минут. Давай! Давай, давай! parenting loaded exemption Продолжение следует...